здравствуйте уважаемые зрители это геоэнергетика инфа студии михаил кокарев александр фролов александр приветствую здравствуйте здравствуйте александр польша может не получить сланцевый газ благодаря кремлю брюссельский центр европейских исследований сообщил что россия финансирует экологические группы которые выступают против добычи сланцевого газа в европе на эти цели кремль потратил 82 миллиона евро получается благодаря марионеткам путина польша лишилась сланцевого газа если серьезно то польша являлась пожалуй главной главной выгодоприобретательницей от сланцевой революции по крайней мере если верить как самой польше так и европейским и американским изданиям и европейским и американским политикам образца начала десятых годов притом самого-самого начала десятых годов еще в 2010 году было объявлено что в польше огромное количество сланцевого газа скорее всего порядка пяти триллионов кубических метров называлась цифра 5 и 3 триллиона кубических метров саму цифру называли базируясь на одном единственном докладе который делался еще в конце 90-х годов притом доклад касался действительно нетрадиционных источников газа с массой оговорок что мол мы примерно представляем что вот в этой стране столько мы предполагаем что в этой стране столько но зачем представляем предполагаем это скучно просто говорим там столько американские геологи самые лучшие в мире кстати без шуток американские геологи большие молодцы но вот здесь ссылаясь на них как говорится втирали какую-то дичь рассказывали о том что вот еще немножечко и польша станет фактически второй норвегии польша будет не только сама себя обеспечивать сланцевым газом она будет его еще и экспортировать и в то время как польские руководители говорили о том что нам сланцевого газа хватит лет на сто триста то из америки их поправляли вам сланцевого газа говорят хватит на четыреста лет наши умные люди посчитали вы что нашим умным людям не верите это это вообще это вы аполитично рассуждаете в таком случае польские руководители кивали говорили ну да да очевидно четыреста лет будем экспортировать сланцевый газ пошли уже договариваться с соседями кому построить газопровод кому надо нашего сланцевого газа налетай торопись покупай живопись но тут было несколько пострадавших в этой истории например было было отложено строительство спг-терминала предполагалось строить спг-терминал в польше а тут зачем терминал зачем на него деньги если будет сланцевый газ не нужно но не только коварные русские манипуляторы манипулировали общественным мнением и говорили о том что вы знаете судя по всему сланцевый газ там конечно есть но добывать его с по ряду причин о которых обязательно я либо расскажу у себя на странице на спонсору подписывайтесь либо мы сделаем отдельные отдельный большой вот обещаю обещаю сделаем как-нибудь отдельный большой такой видос но если кратко то есть ряд ряд необходимых факторов для развития сланцевой индустрии и вот одного как минимум одного из этих факторов у польши не было у нее не было избыточного количества бурового оборудования все бурение которое осуществлялось на сланце преимущественно велось западными компаниями которые приходили строили скважины по 15-20 миллионов каждая вот было построено порядка 80 скважин такого рода разведочных еще раз разведочные скважины по 15-20 миллионов каждая при том что в соединенных штатах такие скважины уже тогда стоили 2 миллиона долларов и получалось получалось странное геологи американские обещают прекрасное американские политики говорят что сланцевого газа много польские политики говорят сланцевого газа много бурение ведется результата нет потом результат появился но какой это был результат 8 тысяч кубических метров газа в сутки это мало можно посчитать за сколько лет такая скважина окупилась бы если она стоит 15 миллионов долларов на вот сколько лет она бы окупалась если ну допустим газ стоит 400 долларов потом была скважина которая дала 26 тысяч кубических метров газа в сутки но это все равно было мало а учитывая специфику сланцевой добычи заключающуюся в том что сланцевый что газ наиболее с наибольшими дебетами идет первые года два а потом дебеты падают процентов на 90 то получалось что такого рода скважина в разумные сроки в принципе не может окупиться и говорить о том что кто-то заменит поставки из российской федерации из других источников тоже заменит и вообще будет экспортировать не приходилось и тут последний удар нанесли геологи но не американские а польские геологи которые вышли в начале 12 года и сказали вы знаете мы тут посчитали запасы мы слышали до мнение про 5 триллионов кубических метров запасов так вот вы знаете ну максимум максимум что мы можем вам гарантировать это ну где-то ну вот 700 миллиардов 700 миллиардов и не запасов нет нет это другая категория а извлечь из этого объема можно будет но миллиардов 300 если повезет а скорее всего меньше сказали польские геологи развели руками польские политики на них посмотрели очень строго ну а что что оставалось делать люди провели исследования люди получили результат люди этот результат донесли до общественности вместе с этим начали сворачивать свою деятельность крупные западные игроки они сворачивали деятельность довольно быстро пока никого кроме собственно компании погник не осталось и в конце концов она просто решила давайте вот будет спг терминал ну этот сланцевый газ мы с вами живем в двадцать третьем году много чего всякого произошло за прошедшие с года 12 много всякого произошло с 12 года и чего не произошло так это начало добычи сланцевого газа в польшу одновременно вместе с этим не начала не начали добывать сланцевый газ в германии не начали добывать во франции не начали добывать на украине не начали до всех до всем известных событий но просто признать сразу что ну нет не получилось не срослось мы вам обещали громадье планов осуществить их не смогли более того наши западные партнеры нас обманули варшава не могла польское руководство такое себе позволить не могло поэтому пошли разговоры о том что это гринпис виновата гринпис очевидно куплен москвой вот именно тогда гринпису пришлось в польше оправдываться что нет никто нас не купил мы просто за правое дело воюем но по большому счету ситуация ведь складывалась очевидная есть ряд предпосылок для развития сланцевой индустрии кроме наличия ресурса как такового именно ресурса даже не мы про запасы не говорим мы говорим про ресурсы ну вот для учить кроме наличия самого ну то есть сланцевого газа где-то у вас там под ногами вам необходимо иметь избыточные мощные деятельности бурового оборудования то есть чтобы это было дешево чтобы они конкурировали между собой и довольно дешево предоставляли свои услуги у вас должны быть собственные специалисты вас должно быть много воды много реагентов которые можно направить которые необходимо будет направлять на проведение всех необходимых процедур для извлечения сланцевого газа ничем этим больше не владела и более того ни у кого в европейском союзе не было сочетания этих необходимых факторов здесь можно сказать и на одной конференции мне в общем то эту мысль пытались донести что я не не указываю еще один важный фактор а именно законодательство мол в америке сланцевый газ мощно стартовал потому что там есть законодательство которое позволяет владельцу земли получать в общем ну доход от того что извлекается из этой земли мол это так прогрессивно здорово именно поэтому эта индустрия стартовала нет я с этим не согласен то есть само по себе законодательство мало на что здесь влияет влияют в основном чисто физические факторы потому что законодательство ну если что можно поменять если она вас сдерживает а вот если у вас нету двух тысяч буровых установок полторы тысячи из которых простаивают если у вас нету подготовленных специалистов которым вот ну которые ходят расстроены из-за того что фронт работ иссяк и дальше он будет только сокращаться а тут хопа вы им говорите ура смотрите мы вновь наращиваем добычу беги беги к нам работай так вот если у вас нету такого избыточного избыточного количества специалистов а еще ряда факторов которые не которые конечно же повлияют на развитие нефти добыть которые повлияют на развитие добычи сланцевого газа то вы добывать его не сможете даже китай несопоставимый по экономической мощи с польшей смог конечно на конечно смог организовать добычу сланцевого газа но в каких объемах предполагалось 50 миллиардов кубических метров пятнадцатому году но нету и сейчас таких объемов именно сланцевого газа потому что тоже не было ряда входящих факторов но а польша на что рассчитывала на то что мудрые американские геологи говорят все правильно мудрые американские руководители тоже говорят все правильно а коварные люди из москвы которые говорят ребят ну это но это блажь какая-то это ерунда какая-то не может это сработать но просто физически не может сработать вот это это злые люди которые мешают реализовываться великолепным планом восхитительных людей ну и кто оказался в итоге прав кто оказался прав в отношении европейского сланцевого газа кто оказался прав в отношении польского конкретно сланцевого газа наверное вот эти злые люди которые говорили ребят ну 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 о чем вы говорите ну присмотритесь к входящим обстоятельствам нет зачем аля улю гони гусей ну и в итоге мы видим как провалился польский проект провалился там румынский проект турецкий проект тоже не взлетел прибалтийский проект не взлетел украинский проект не взлетел британский проект не взлетел хотя у нас каждому известно что это британцы британцы всеми манипулирует это они вот создают какие-то там хитрые схемы ну знаете вот и у них почему-то сланцевый газ тоже не взлетел хотя они себе насчитывали там более 30 триллионов кубических метров но видимо они решили оставить их потомкам вот возможно поляки поступили так же но по большому счету это говорит нам о том что сейчас польша будет все так же зависеть от импорта природного газа и зависимость ее будет расти потому что сейчас она должна будет избавиться от своей угольной генерации которая занимает 70 процентов в производстве электрической энергии в этой стране она будет вынуждена строить газовые электростанции и возможно потребление газа в 30 году увеличится в полтора а может быть даже в два раза но это будет все без участия сланцевого газа которого конечно же в польше очень и очень много просто извлечь его не получилось спасибо большое александр спасибо зрителям что смотрели обязательно подписывайтесь на телеграм-канал александра ищите в телеграме александр фаролов но если вы хотите знать все новости сфере энергетики то обязательно подписывайтесь на телеграм-канал геоэнергетика инфо до скорых встреч всего хорошего александр фаролов